Утро на Болткоме 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 в своем турнире, что призы среди мальчиков и девушек одинаковые для того, чтобы способствовать женской шахматы. Вот мое детство пришлось на 70-е годы. Я очень хорошо помню этот шахматный бомб. Еще все помнили успех Таля мировой. И я очень хорошо помню, когда проходил в Дайлас театре международный шахматный турнир. Люди стояли на улице. Они не могли попасть. Все билеты были проданы. Они стояли на улице и играли, разыгрывали эти партии. Выходила шахматная газета в это время. В Эрманский парк был просто заполнен вот эти скамеечки людьми, которые играли между собой в шахматы. Вот сейчас, ну, казалось, какой-то был период спада. Но, как вы считаете, может быть, популяризацию шахмат можно еще и через мир искусства, кино? Потому что мы все недавно видели прекрасный сериал «Куинс Гамбит». который, есть данные, что выросло в десятки раз буквально продажей шахматных досок, в том числе в Соединенных Штатах Америки. Этот сериал, который, ну, вот по-русски его «Ход королевы» так назвали, он вызвал огромный интерес к шахматам. И вот, может быть, как вы видите, вот в этом, как вам, во-первых, этот сериал? Понравился или нет? Смотрели ли вы его? «Куинс Гамбит», да, этот сериал я досмотрела уже в первые два вечера, не могла дождаться, и мне понравилось. Но я думаю, что людям и очень нравится этот сериал из-за того, что главная героиня, Beth, она не была перфектной. То есть, у нее были свои недостатки. И как-то мы можем легче себя сориентировать с людьми, у которых есть недостатки. Но мне кажется, да, этот фильм очень способствовал о популяризации шахмат. И я надеюсь, что это будет не только такой кратковременный хайп, пока все вспоминают о сериале, покупают шахматные доски и даже начинают изучать шахматы, что это будет, ну, что влияние будет более долгосрочным. К тому же интересно, что можно даже сказать, что ковид и все ограничения физических занятий очень способствовали популяризации шахмат, так как шахматы, в различии от других видов спорта, их легко примести на интернет-среду. И, например, вот одна из таких более популярных платформ в интернете, Chess.com, у них к ковидам число пользователей было примерно 20 миллионов евро, а сейчас уже превышает 50 миллионов евро. Фу, не евро, миллионов пользователей. Я не извиняюсь. Но наша задача заключается в том, как этих людей, которые уже как-то выявили интерес к шахматам, все-таки перенести и в реальную жизнь, в реальные шахматы, в реальные турниры, когда уже у нас будет такая возможность. Ну вот, я читал сам роман, на котором был основан сериал, и я обратил внимание на то, что всех шахматной партии, потом прочитал, что Гарри Каспаров придумал, где у этого романиста просто, ну, описывается, она увидела, что ее атакуют с левого фланга, там, ну, вот он просто описывает это как бы художественно, а Каспаров придумал, взял какие-то вот действительно реальные сыгранные партии, и вот все, вот как, по вашему мнению, вот уровень того, что часто шахматисты ругаются, что шахматную доску ставят неправильно в кино, то есть там совершенно расставляют фигуры в случайном порядке, такого не может быть, вот здесь совершенно все было сделано перфектно, вот с точки зрения шахмат, очень... Это было большое наслаждение для шахматистов наконец-то смотреть фильм, где все позиции были четкие и корректные, и даже очень интересные и грамотные, Каспаров нашел очень хорошие такие примеры из классических партий, которые разыграла Бет, но то, что тоже интересно, что и в этом фильме была каскадерша, я так ее называю, то есть все быстрые партии, которые разыгрывались, разыгрывались рукой не самой Бет, не самой актрисе, а профессиональная шахматистка-игросмейстерша из Германии. Ну да, потому что сама Анна Тейлор-Джой признавалась, что она не играла в шахматы, не умела играть до начала съемок, и как бы она ни пыталась освоить игру, кстати, она сказала, что она настолько погрузилась в нее, что она с огромным удовольствием продолжает играть в шахматы, и это ее поражает. Надеюсь, что она найдет время, да, очень много, у очень многих людей есть аппликации в их телефонах, я думаю, что, ну, во время перерывов между рабочими заседаниями это отличная возможность немножко отдыхать, отдохнуть от работы и все-таки потренировать свой мозг. Но не секрет, что про прототипом Бетт, многие говорят, что был Бобби Фишер, такой тоже бундеркинд шахмат, и в свое время ведь Бобби Фишер очень критиковал Фиде, он считал, что эта организация, ну, вот он критиковал и сам принцип определения чемпиона мира, и известно, что его лишили звания именно за то, что он не соглашался с этими правилами, и, по-моему, его, в частности, критика касалась того, что Фиде объединяет все-таки федерации международных национальных союзов шахматистов, она напоминает ООН только без Совета Безопасности, то есть вот множество маленьких стран вроде бы, ну, как бы все равны, ведь принцип Фиде, мы все одна семья, да, вот если переводить сладкость. Да, да. И вот насколько вы считаете, это правильно было или нет его критика, его мнение того, что все-таки крупные страны должны иметь какой-то больший вес, чем, может быть, маленькие страны? Мне наоборот нравится этот принцип, что 190 федераций работают вместе, у всех одинаковые права, потому что в шахматном мире то, что тоже нужно понять, что размер страны не всегда соответствует силы шахматистов. например, Латвия, ну, по размеру, может быть, по такому геополитическому влиянию небольшая страна, но у нас очень много выдающихся шахматистов. И правильно, что Фиде поддерживает всех наилучших профессионалов, вне зависимости от того, от которой страны они исходят, но в то же время и помогают с программами развития тем федерациям, где уровень шахматов не очень сильный, но это дает возможность и более таким чувствительным слоем населения интегрироваться. и это для многих стран третьего мира является как возможно и людям, исходящим из этих стран, является как отличная возможность найти хорошую профессию и выйти на международную арену и даже заработать для семьи. Да, потому что на сайте Фиде есть 10 самых сильных мужчин и женщин шахматистов и просто я видел, что представители даже самых таких небольших стран, стран, ну как их называют третьего мира, из них вышли вот такие выдающиеся знаменитые шахматисты, то есть это такой принцип равенства. Скажите, вот вы считаете ли вы, что должны все-таки шахматы быть включены в программу олимпийских игр, или это не нужно? Я же сама шахматистка, поэтому конечно я бы хотела, чтобы шахматы являлись и олимпийским видом спорта. Мы примерно 10 лет назад были очень близко к этому, но одна из причин в то время, почему шахматы не включились в список олимпийских игр, было в том, что в внутреннем мире шахмат тогда было разделение между одной федерацией ФИДЭ, и появлялись параллельные движения ассоциации профессиональных шахматистов, то есть не было одного центра власти, если можно так сказать. На данный момент организационная структура очень резко улучшилась, и я считаю, что имидж, и вся работа ФИДЭ стала намного лучше, прозрачнее, и ФИДЭ доверяют, и я считаю, что в хорошее время вернуться к идее включить шахматы в олимпийских видов спорных. Скажите, вот как вы считаете политикой шахматы? Вот известно, что ведь противостояние, когда было СССР и США, вот были же попытки, даже, ну, ФИДЭ обвиняла советских шахматистов, что были даже договорные матчи, чтобы выдвинуть там определенных шахматистов в свое время корчной в книге мемуаров говорил о том, что его заставляли проигрывать, чтобы Карпов поехал на соревнования, а не он. Ну, то есть там такие вот были всякие вещи. Когда были игры в Израиле, Советский Союз не принимал участие, бойкотировал. Вот политика, вот как она вмешивается сегодня, вот в наши дни в организацию ФИДЭ? Не так, как это было раньше. Ну, конечно, особенно в 60-х, космос и шахматы, эти были две отрасли, которыми пользовались державы в сражении холодной войны. Но мы видим, что несмотря на то, что президент шахматной федерации Аркадий Дворкович, бывший политик активной России, чемпион мира, Карлсен из Норвегии, претенденты Каруана из США, Вишманатанананда из Индии и Карякин из России. То есть география наилучших шахматистов очень расширилась, и политики не так уж много уже осталось. То есть можно сказать, что сейчас все-таки политические какие-то моменты не могут вмешаться в игру, и здесь абсолютно честная игра происходит. Честная игра. Конечно, я считаю, что то, что и руководит Фиде Аркадий Дворкович, это может быть еще как такой сантимент России бывшей власти, то есть и бывшей власти в шахматной отрасли, но с другой стороны я считаю, что это и хорошо, потому что это страна, где шахматы любят, любят, поддерживают, и поэтому, мне кажется, могут гордиться и пользоваться весь мир. Существует ли, ну вот мы говорим о том, что честная игра, но в спорте, как известно, вот есть допинг, существует ли допинг в шахматах? Ну если мы берем, опять-таки, вспоминаем сериал, там героиня Бетта иногда играла под всякими веществами, ну такими запрещенными, вот в шахматах проверяют ли спортсменов и что можно, что нельзя? Мне как полупрофессиональному шахматисту, как шахматистке понятно, что если это один из недостатков сериала, я уверена, что если кто-то из профессиональных шахматистов пользовался таким объемом медикаментов, не стал быть чемпионом мира никак, это невозможно. все шахматисты уже наивысшего уровня, они очень следят за своим здоровьем, занимаются физическими видами спорта для того, чтобы уже мозг лучше работал, и чтобы они могли бы выиграть чемпионат мира и матч, который всегда включают очень высокую нагрузку нервной системы, но проверка допинга есть и проводится и в шахматах, в высоких турнирах, то есть таких, как вот были недавно скандалы, когда половили спортсменов, шахматистов с мобильными телефонами, которыми они пользовались как подсказками, вот это тоже строго проверяется? Да, я бы сказала, что главный или основной допинг для шахматиста это являются всякие устройства, такие как мобильные телефоны, как компьютеры, которые особенно создают большой риск при турнирах в онлайн среде, то есть если я говорила, что с одной стороны очень хорошо, что шахматы легко перемести на интернет среду, с другой стороны конечно вопрос о читерстве, Fairplay очень актуализировался и поэтому и ФИДе и другие организации совместно с онлайн платформы мы работаем над тем, как снизить возможности пользоваться дополнительными средствами дополнительной помощью во время игры, потому что мы хотим, чтобы борьба была честной, особенно если уже в турнире есть денежные призы, особенно для тех шахматистов, для которых это является их профессией, очень важно, чтобы эти призы и разные титулы разыгрывались в честной игре. Но мы вот видим, что искусственный интеллект начинает обыгрывать людей и уже давно начал обыгрывать людей, вот насколько компьютеры могут убить шахматы, поскольку компьютер сейчас в состоянии просчитать гораздо больше, быстрее, чем человеческий мозг. Я не считаю, что компьютер может убить шахматы. Ну, я всегда сравниваю шахматы и компьютер с другими видами спорта. Ну, например, легкая атлетика. Если человек ездил на машине, он же может проехать намного быстрее, чем любой другой, который бежал, даже если он является чемпионом мира. Но все-таки, несмотря на то, что у нас есть средства передвижения намного быстрее, чем сам человек, все равно легкая атлетика является самым популярным видом спорта до сих пор, потому что это сражение между людьми. Пока мозг еще человека не изменен до такой степени, что это уже сам стал компьютером и пропал homo sapiens, я считаю, что шахматы будут актуальны. Ну, вот если вспомнить Михаила Таля, говорили же, что он обескураживал противников именно совершенно нелогичными ходами, совершенно какими-то он этим сбивал с толку, действия не как машина, а вот как совершенно противоположное что-то ей. Да, но то, что интересно, если еще несколько лет назад шахматные программы, компьютеры, они были, ну, их анализы были достаточно скучные, то сейчас можно и учиться с компьютеров, с программ таких, как AlphaZero, ты смотришь их анализы, изначально совсем не понимаешь, тебе кажется, ну, непонятные шахматы, то сейчас мы видим, что как-то можно учиться и увидеть такие нестандартные идеи, которые, если человек изучал шахматы с детства, ему просто в голову не придет. Ну, например, все мы знаем с детства, что надо быстро развивать фигуры и сделать рокировку, а компьютер показывает, что в отдельных позициях стоит оставать короля в центре. Если человек анализ делал бы, если он не ТАЛ, это не пришло бы в голову. Сейчас уже можно как-то поучиться не только с старых хороших красивых партий ТАЛ, но и с новых партий анализ, например, AlphaZero. Извините, Озелу у нас сегодня на прямой связи. Вот у меня такой тоже необычный может быть вопрос, очень странный. Как в спорте, например, ну, казалось бы, вот если мы говорим про легкую атлетику, там с годами сложнее и сложнее на человеку выполнять сложные какие-то упражнения, но вроде бы казалось, почему с годами шахматисты играют хуже, ведь они же накапливают знания, у них все больше и больше опыт, но мы видим, что как раз-таки успеха добиваются скорее, ну, вот шахматисты в молодом возрасте, ну, где-то даже 20 до 30 лет, это самый пик их расцвета, почему, казалось бы, шахматы, которые не требуют физических каких-то усилий, они тоже как будто бы ограничены. Шахматы и вправду молодеют, но есть отличные примеры, ну, например, я уже упомянула, что Вишванатанананан, он и в этом году будет сражаться, ну, можно сказать, с молодежью, с Корякинами и Карваной, о возможности бороться уже с чемпионом мира Карлсеном. Но, да, но я думаю, что ключ мы должны искать в физической форме. Если уже шахматист не заботится о своей физической форме, то мы знаем, что просто любой организм, организм и в том числе мозг стареет. Легче изучать новые вещи, когда ты моложе, даже в университете, если поступил, ну, не знаю, после 40, намного сложнее, как-то дается учеба, чем в 20 лет. Но если, ну, конечно, это можно компенсировать опытом, но то, что тоже мы должны понять, что на очень высоком шахматном уровне опытом одним нельзя стать чемпионом мира. Очень большая работа нужна. Ежедневный анализ, слежка за наивейшими анализами соперников и работа с компьютерами, с датовыми базами, просто регулярная работа и свежесть мозга и хорошая физическая форма. Это, наверное, ключ. Не все вспоминают об этом. Чему могут научить шахматы как обычного человека, так может быть и конкретно политика, поскольку мне кажется, что для политика может быть умение видеть на несколько ходов вперед, оценивать ситуацию в общем, даже умение проигрывать с достоинством, может быть, это все то, чему стоило бы научиться. Кроме этого, что вы уже упомянули, я бы еще хотела сказать, что шахматы учат очень хорошо принятие решений. Мы видим, что в политике очень много говорят иногда и редко принимаются четкие продуманные решения, а шахматы этому тренируют, потому что в шахматах время это фактор. Каждый ход это принятие решений, ты думаешь, ты рассчитываешь варианты, ты стараешься вспомнить наученное, но все-таки в каком-то моменте ты должен ход сделать. И так по 20, по 40, по даже 100 раз в одной партии. Еще мне кажется, что важно, что когда ты играешь в шахматы, ты учишься, что ты в этой партии не один, что все-таки несмотря на твои желания, твои анализы, ты всегда должен иметь в виду то, что в голове твоего соперника. В политике мы тоже иногда забываем, хотим сделать то, что хотим мы, забываем, что мы в этой игре не одни. Это малая часть того, что шахматы могут научить политикам. Но вот говоря о политике, остаетесь ли вы в политике или, мы знаем, что вы оставляете Сейм, остаетесь ли вы в Латвии, придется ли вам уезжать, как дальше вы оцениваете свою политическую карьеру? Я на данный момент ухожу из-за активной политики, в ближайшие дни уже положу свой мандат депутата, но хорошая новость заключается в том, что я не должна никуда уезжать. ФИД регистрирована в Швейцарии, но весь менеджмент, все руководство работает из тех стран, где они живут, Канада, Россия, Израиль, сейчас уже и в Латвии, так что я буду здесь и надеюсь поддерживать, поддерживать, что будет возможность поддержать свою политическую силу, это христианский союз, и не бывая депутатом в парламенте. Вот за эти 10 лет, которые прошли в такой активной политической жизни, что самое главное удалось сделать вам и с каким чувством вы, может быть, снова уходите из политики на время. Я знаю, что в этих 10 лет я всегда старалась работать по максимуму, независимо от того, я была в позиции, в оппозиции, это уже второй раз, когда у меня есть возможность работать в оппозиции как министр экономики и финансов. Конечно, больше всего удалось сделать работы в правительстве. Например, открытие газового рынка, пока была министром экономики, снижение влияния быстрых кредитов. Вы помните, может быть, те времена, когда человек мог взять взаймы 300 евро, а потом должен надать был 2000 и даже больше. Вот этого уже удалось как-то уничтожить такой вид бизнеса, если можно сказать. И в Министерстве финансов все-таки внедрение налевой ставки, то есть налевой процентной ставки подоходного налога на предприятии, на реинвестирую прибыль. Мне кажется, очень хорошая часть налоговой реформы, хотя не все удалось, но все-таки резко снизили налоговое бремя на рабочую силу и снизили и теневую экономику. Так что это несколько из тех вещей, которых все-таки удалось сделать. Из ваших последних выступлений, я знаю, что вы на втором месте по количеству выступлений в Сейме, то есть очень активно выступаете, и вот эта идея все-таки о снижении ставки налога на добавленную стоимость, на продукты питания, которые являются повседневными. Мы знаем, что сейчас очень тяжелое время, очень многие люди теряют работу или сокращаются рабочие места, зарплаты. Вот это предложение, почему все-таки его не принял сейм, и есть ли возможность вернуться к обсуждению этого вопроса? Я надеюсь, что парламент вернется и правительство вернется к обсуждению этого вопроса и примет решение, более того, чем... Более того, когда я была министром финансов, у нас удалось принять решение о снижении налога, добавленную стоимость на свежие фрукты, овощи и ягоды, которые производят в Латвии. И мы видели, что очень хороший эффект получился, снизились цены, снизилась теневая экономика, оборот местных производителей выросли, легальные зарплаты выросли в отрасли. И мне кажется, что стоит учиться тому хорошему примеру и расширить налог на добавленную стоимость, сниженную ставку налога и на другие продуктные группы. Но продукты первой необходимости пищи, мясо, рыба, яйца, хлеб, молочные изделия на данный момент, я считаю, было бы умно снизить ставку налога на добавленную стоимость, особенно из-за того, что мы живем в кризисе ситуации и больше всего от этого страдают те люди, у которых малый доход. А эти все продукты являются большой частью их корзинки потребления. Но в принципе отношение к налоговой политике этого правительства немножко странное. Они планируют налоги так, как будто мы живем в нормальной ситуации, в ситуации высокого роста экономики. А при спаде 4% внутреннего валового продукта, мне кажется, не очень умно повышать налоги на все режимы малых налогоплательщиков. То, что мы видим, что правительство все-таки, несмотря, что мы как оппозиции очень много говорили и свои предложения давали, повышают налоги и на микропредприятии, и на взносы патентов, то есть их вообще ликвидируя, и на индивидуальные коммерсанты. В такие времена, когда мы должны радоваться, что кто-то еще нашел свой бизнес и возможность работать и еще давать какие-то рабочие места другим, повышать налоги, это просто безумие. Извиняюсь, что я так говорю, но безумие. Но вот вы еще в первую волну коронавируса как раз говорили о том, что государство должно помогать всячески предприятиям пережить, и мы видим, что все-таки сейчас, вот если в первую волну была какая-то помощь, хотя потом скорее государство было озабочено не слишком ли много, оно давало денег и даже требовало вернуть какие-то деньги. Вот сейчас вторая волна гораздо более серьезная, и мы видим и по ситуации в стране, но как вы считаете, помощь правительства, она достаточная или могла бы быть большей, в чем могла бы быть она? Не только объем помощи важен, но и темп раздачи объема. То, что мы видим, что ограничения все время и в марте, и сейчас осенью, зимой ограничения идут впереди, а только потом уже правительство думает об инструментов поддержки. Не понимаю, что если особенно малому предпринимателю запрещают работать сегодня, он уже сегодня не может покормить свою семью, а если он еще должен ждать месяц-два до получения помощи государства, это уже опять-таки не очень умно, потому что это дополнительное бремя на социальный бюджет. Поэтому темп медленный темп это один из дефектов нынешней политики поддержки. Видно, что лето прошло в таком очень оптимическом режиме, и правительство как-то даже не подготовилось к осени, хотя было очень вероятно, что будет вторая волна ковида. Уже заканчивая разговор, насколько в вашей перспективе вам кажется возвращение, может быть, говоря все-таки о шахматах, возвращение вот этой популярности шахмат в Латвии можно ли ожидать, учитывая ваше назначение, вернуться ли вот эти дни, когда люди даже на свежем воздухе играли между собой в шахматы, и вот эта популярность шахмат была, ну, действительно, в школах было очень большое количество кружков в шахматных секции, куда с удовольствием отдавали детей. Я вижу, что уже интерес к шахматам очень резко повысился, но есть уже отличные примеры, такие, как Ялгова, самоуправление, которое уже дает возможность обучения шахматам в школах. семечко уже есть засеяно, я хочу, чтобы вот идея шахмат как-то расцвела более красиво, и я буду работать над этим, работая на весь мир, не забывать о Латвии, распространение этой, мне кажется, очень красивой и умной игры в нашей стране. Спасибо вам большое, Данна Раизенциозова сегодня была с нами на прямой связи, депутат Сейм, еще пока вот от Союза Заселенных и Крестьян, и будущий исполнительный директор и зампредседатель управления Международной Шахматой Федерации. Удачи вам в ваших делах, спасибо большое, до свидания. С Новым годом! С Новым годом! Слушайте Радио Болткома